Мусор не разлетается и не размокает. На новых контейнерных площадках Самары все продумано до мелочей. Теперь они гармонично вписываются в архитектурный облик города. В исторической части появляются речные площадки, а во дворах и спальных районах их оборудуют металлическими крышами и закрывают пластиковыми перегородками. Подрядчик, который обновляет площадку на улице Ульяновской, 20, с работой справился, но глава Ленинского района сделала ему замечание. На контейнерной площадке нет пандуса, который позволил бы регоператору вывозить мусор беспрепятственно. Специалисты пообещали устранить недочет в течение двух дней. Мы при приемке работ предупредили, что будем жестко требовать выполнения вот этого условия, для того, чтобы все наши контейнеры смогли легко спускаться и ставиться на место. Так как контейнерные площадки надо выкатывать, было замечание о том, что надо сделать пандус, чтобы для удобства выкатывания и вкатывания. Это не было учтено изначально в проекте, поэтому мы это будем доделывать. Территорию вокруг площадки тоже приведут в порядок. Здесь обустроят аккуратный зеленый газон и тропинку из тротуарной плитки, чтобы горожанам было удобно подходить к бакам. Сейчас в городе продолжают устанавливать контейнерные площадки. 207 уже смонтировали, еще на 129 делают пандусы. В текущем году в рамках выделенного бюджетного финансирования планируется отремонтировать 350 контейнерных площадок. Срок окончания работ 15 декабря 2019 года. Специалисты наводят порядок и в Кировском районе. Здесь отремонтировали 25 площадок. До конца года восстановят еще 64. Контейнерные площадки типовые, это принципиальная позиция, то есть чтобы город выглядел единообразно и не было излишней пестроты, ничто не выбивалось из общего облика города. По мнению местных жителей, площадки стали намного удобнее и эстетичнее. На Елизарова 36 даже заасфальтировали дорогу, чтобы регоператор имел беспрепятственный доступ к контейнерам при уборке. Здесь заасфальтировали, мусора стало гораздо меньше, отодвинули от нашего дома, потому что вот все время жаловались наши жильцы на то, что очень близко площадка контейнерная к дому находилась. В этом году закупят около 2000 евро контейнеров и приобретут 50 бункеров-накопителей для сбора и хранения отходов. Специалисты напоминают, что жители не должны выбрасывать строительный мусор в контейнеры для твердых коммунальных отходов. Горожане должны вывозить его сами по отдельному договору, например, с региональным оператором. Анатолий Головко, Дмитрий Мешканцов, События. Дмитрий Мешканцов, События.